В эти выходные, в ночь с субботы на воскресенье, сотрудники ГИБДД проводили операцию «Трезвый водитель» на улицах города и района. Буквально накануне снова было совершено два ДТП при участии водителей в состоянии алкогольного опьянения. Мы выявили семь водителей, которые были оформлены нами по различным статьям за управление в состоянии алкогольного опьянения, так и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. К сожалению, спрофилактировать ДТП нам не удалось. Почему? Потому что в 3 часа 40 минут в разгаре этого мероприятия «Нетрезвый водитель» произошло ДТП, в котором пострадали три человека. По предварительным данным, водитель, виновный в данном ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения, который возвращался с гулянки, с ночного бара домой. И вот в Висенском сельском поселении произошло ДТП, в котором пострадали ни в чем не повинные люди, которые находятся сейчас в больнице. Эта ситуация побуждает отдел ГИБДД организовывать подобные операции еще чаще, выезжая в рейды помимо запланированного графика. В октябре, например, уже была проделана большая работа. В этом году выявлено 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Это вот та плодотворная работа, которая проведена отделом ГИБДД по Кингисевскому району. То есть за месяц 50 убийц на дороге выявлено. А по-другому как убийцы на дороге, ну, назвать, как сказать, никак их не назвать. Почему? Потому что вот это ДТП и говорит о том, что люди едут утром на работу, ни в чем не повинные, и в них врезается, выезжает на встречную полосу водителей, совершает ДТП. Отдел ГИБДД призывает сознательных кингисепцев к сотрудничеству. Любая информация о нарушениях на дороге будет отработана сотрудниками. Это один из верных способов спасти чью-то жизнь или уберечь людей от необратимых последствий.